Учащийся седьмого класса лицея номер 40 Андрей Сулима держит в руках военную фотографию своего прадедушки Андрея Родикова. На фото мужчине 40 лет. Снимок был сделан во время наступления на Кёнигсберг. Мальчик рассказывает о заслугах прадедушки, показывает ордена своего родственника. Любимая награда мальчика – орден Отечественной войны второй степени. Прадедушка получил его в 1944 году. Он осуществлял партийно-политическую деятельность и обеспечивал наступательный прорыв и высокий боевой дух солдат. У него есть четыре ордена и две боевые медали. Фотографию прадеда Андрей передал военный комиссариат. От полковника Владимира Пакова получил медаль «Столетие Красной Армии». Она станет экспонатом в музее лицея номер 40. В самом образовательном учреждении активно ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В каждом классе лицея есть своя книга памяти с информацией о родственниках учеников, участниках Великой Отечественной войны. Эти акции мы проводим, конечно же, для детей, для того, чтобы они понимали, что такое подвиг, что такое родина. Так происходит формирование личности, формирование характера. Данные по участникам Великой Отечественной войны военный комиссариат начал собирать с 1 января этого года. Уже собрано более 400 тысяч данных о нижегородских фронтовиках. А с 1 октября стартовала акция солдатских писем и фотографий. В акции я попрошу принять участие всех школьников, особенно ребят-активистов, которые ходят и на 9 мая в бессмертный полк, в военные комиссариаты по месту жительства или в школы. Все материалы будут размещены на Дороге памяти в военно-патриотическом парке «Патриот» в городе Кубинка в Московской области. Принести солдатские письма и фотографии участников Второй мировой войны может каждый. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Время новостей.